Грузия всегда была популярным направлением у туристов, в том числе и россиян. Здесь есть все для жизни. Это прекрасная природа, бомбические горы, море. Конечно же, гостеприимные люди и, безусловно, вкусная еда. Именно поэтому мы решили провести свои новогодние праздники в Грузии. Наш путь лежал в Гудаури. По плану мы собирались покататься на горных лыжах, а затем провести пару дней в Тбилиси и посмотреть старый город. Что же из всего этого вышло, смотрите далее. Вот так вот выглядит горнолыжный курорт Гудаури. Грузии 26 декабря 2022 года. Сказать, что мы в шоке, ничего не сказать. Подъемники не работают, снега вообще никак нигде нет. Итак, добраться до Грузии можно несколькими способами. Первый – это на автомобиле через КПП Верхний Ларс. Ехать примерно день. И, конечно, второй способ – это добраться на самолете. Но, к сожалению, с пересадкой. Либо в Армении, либо в Белоруссии, либо в Турции. Самый удобный билет – это пересадка в Армении. Один час, где вы не выходите из самолета. Представьте все ваши билеты в порт-роводниках. Да, короче, самолет-плашрутка. Стоимость такого билета на праздники нам обошлась в 66 тысяч рублей на двоих. В итоге мы оказались в небольшой кафешке «Хинкальный», в которой мы решили пообедать и как-то распланировать наши действия. Нам нужно было добраться до Гудаури, где мы планировали провести три дня, чтобы покататься на горных лыжах. Мы еще не знали, что нас там ждет. И были полностью уверены в том, что поездка удастся и все будет офигенно. Мы через официантку вызвали такси, которое нас довезло до Гудаури. Обошлась нам поездка в сто... сколько там? 115 лари. Когда мы вчера пытались добраться из Тбилиси к Гудаури, нам отказали в поездке на машине Toyota Prius, сказав, что здесь выпало столько снега. Мы, с одной стороны, обрадовались, с другой стороны, конечно, было... Нет, он сказал, что машина старая, и что не поедет, она сломается, и мы по пути еще. Да, но тут нормальные дороги-то абсолютно... Катьяна бы здесь застряла, я вообще не понимаю. И вот мы уже приехали к гостинице, и я вижу, что там просто асфальт, там просто чистый асфальт, никакого снега, ничего. И начали думать, что же нам делать. Я бы сказала, что в Гудаури даже совсем нечего делать, если там нет снега. Все отели, они находятся около дороги, которая... Ну, военно-грузинская дорога, да, и как бы больше там ничего нет, и ты живешь как бы, по сути, на отшибе. Есть шаттлы, которые вас возят до подъемников, но это происходит только, когда есть снег. А когда снега нет, то вы просто вынуждены гулять по вот этой дороге рядом с фурами, где нет вообще тротуаров, и занятие, честно говоря, это так себе. Мы решили пойти до апартаментов в Новом Гудаури, прогуляться по дороге, что, конечно, делать не стоило. Потому что мы там стоптали себе все ботинки, пока туда добрались. И когда мы достигли вот этой вершины, где начинаются подъемники, мы увидели очень веселую картину. Куча каких-то людей непонятных, с огромным количеством снаряги, сноуборды. Эти ботинки, они вырежены, как будто они на фрирайд сейчас пойдут. А там просто снега нет, и какая-то такая маленькая горка, типа как в Кусковском парке, я вот на обычных лыжах катался. Причем она полностью такая в снегу вся, в искусственном снеге, а все остальное просто зеленое. И вот люди пытаются на этой горочке как-то что-то сделать. И они там с инструкторами, короче, как-то что-то пытаются сделать. Нам так стало жалко этих людей, но, пожалуй, мы знатно, конечно. Да, хорошо на Гудаури работают пушки, там есть искусственный снег, но вы должны понимать, что этот искусственный снег, он как бы его не очень много. То есть все равно вы будете ехать по трассе, она будет уже, чем если бы шел настоящий снег, она будет жестче. Давайте вкратце расскажем про расположение отелей и где вообще жить в Гудаури, если вы все-таки приехали кататься на горных лыжах, и вам повезло, снег выпал. Самый простой и удобный способ, это, конечно же, жить в Новом Гудаури, снять апартаменты, там достаточно такой крупный комплекс, состоящий из нескольких домов, и вы можете там арендовать себе квартиру. Там есть функция ски-ин, ски-аут, очень удобно, то есть ты вышел, у тебя сразу подъемники, не нужно никуда ездить. Пустился с горы, сразу заехал к себе как бы в номер. Да, офигенно. И там же... Принесли на подносе бокал вина с сыром. Ты еб***ь раскатал, я хуй... И, конечно же, там можно взять на прокат оборудование, ски-пассы, в общем, там есть как бы все. И подъемник. 200 лайвей 3 дня, 70 лайвей 1 день. Это... 4,5 тысячи получается на 3 дня. Ну, наверное, пожалуй, единственный минус, что ты вынужден сам себе все готовить, да, то есть завтраки, например, обычно включены в отели, но с утра ты вынужден, да, как-то что-то придумывать. Нет, там есть рестораны, но рестораны, они довольно, ну, не дешевые. Вообще не дешевые. Да, то есть стоимость, она выше процентов на 20, чем... 20-30, чем в ресторанах Тбилиси. Ну, и цены на отели тоже, мягко говоря, не очень приятные. Мы сначала очень сильно расстроились из-за всей этой ситуации, но потом взяли все под контроль и решили арендовать тачку. Ford Escape. Огромный-огромный джип. Сейчас мы вам покажем фишку нашей машины, без которой просто невозможно, я думаю, существовать в этих условиях постоянной темноты. Взяли мы машину на 3 дня. Вышло нам это все вместе в 20 тысяч рублей вместе с арендой и с бензином. Взяли вот такое вот потрясающее корыто, на котором можно везде проехать. Цены на аренду, как таковые, не особо высокие. То есть примерно 3 тысячи рублей в день у вас будет аренда машины. Но бензин стоит просто каких-то нереальных денег. Литр бензина 95-го у них это 80 рублей. Поэтому большинство машин у них это гибриды. И такая конфигурация машины позволяет экономить довольно неплохо топливо. Но все равно учтите, что вы заплатите больше, чем вы заплатите за аналогичный пробег в России. Машины в Грузии брать можно, если у вас есть хотя бы один год стажа. И, к сожалению, у Влады на тот момент не было года стажа. Но это не помешало ей поездить. Газ, ты знаешь где, да? Кого-то для моих огромных жирных мужиков машина. Да-да-да. Я даже сам, когда еду, такой типа, блин, что такое толстый руль? В первый день мы поехали в сторону Степан-Сминды или Казбеги по старинке. И по дороге мы остановились у арки Дружбы народов. Этот проект является частью большого проекта Зураба Церетели. Вторая его часть находится в Москве на Тишинской площади. И проект из себя представляет такие переплетенные грузинские буковки. А третья его часть, она стояла в начале военно-грузинской дороги. Но, к сожалению, его снесли в 91-м году. Поэтому осталось два проекта. И вот такой вот классный вид открывается с этой арки. Можешь видеть все Кавказские горы перед собой. Просто виды бомбические. В целом, хотелось бы, конечно, отметить дороги в Грузии, что они сделаны очень качественно. Ты не боишься по ним ездить. Они гладкие, ровные, в любую погоду. Даже вот сейчас так снежок чуть-чуть припорошил. Но ты все равно спокойно едешь и просто кайфуешь. Потому что, мне кажется, это одна из таких неотъемлемых частей путешествия по Грузии. В Грузии снимают огромное количество тест-драйвов для разных марок, типа Lexus и так далее. Ну, потому что очень живописные места. Выигрышно выглядит автомобиль на фоне вот всех вот этих вот ландшафтов. Самое главное достопримечательство этого района – это Троицкая церковь, куда мы и направились в первый день аренды автомобиля. Церковь небольшая, но очень прикольная. Она находится как бы на таком завершении, на холмике. И вам открываются, опять же, бескрайние просторы грузинских полей. Вот. И очень-очень красивые виды. Кстати, вот все, наверное, слышали про знаменитый отель «Румс». Вот там он находится. Такая длинная колбаска здания. Мне кажется, очень прикольно. Он так расположен. Все виды прекрасные тебе открываются. Главная достопримечательность всего этого района – это, конечно же, гора Казбек. 5054 метра. Видно ее практически со всех просто углов. И с Троицкой церкви, и с отеля «Румс», в котором мы были. Выглядит классно всегда в облаках. И когда облачка вот так расстилается, при этом ты видишь эту гору. Блин, бомбически просто выглядит. Вообще в Степанцминде не так уж прям много достопримечательностей. В основном это природа, горы. Но мы еще нашли там водопад. Просто потрясно выглядит. Он замерз наполовину. И там все равно сечет вода. Я, например, никогда не видела замерзших водопадов. Для меня это было первый раз что-то вроде такого открытия. Выглядит классно. Тоже советуем сюда съездить. Ну, будьте осторожны, на подходе вот эта дорожка, она очень скользкая. Водопад состоит на 90% из льда, и там какая-то вода, она еще продолжает течь. Но это прям выглядит очень так масштабно и монументально. Ну и, конечно, мы не смогли проехать мимо нашумевшего отеля «Румс» Казбеги. Мы зашли в этот отель для чего? Во-первых, чтобы поесть, а во-вторых, чтобы полюбоваться видами и классным интерьером. Здесь просто супер, здесь реально красиво. Передо мной открывается просто гора Казбег. Это просто потрясающее место. Здесь такой достаточно современный подход к сервису. Берет дизайн что-то из прошлого, что-то из современности. И поэтому, мне кажется, он выглядит так вот особенно, уникально. Здесь такие большие панорамные окна. Это просто, да, все такое вот в стиле лофт. И я не знаю, мне здесь прямо очень нравится. Я вообще не удивлена, почему сюда все хотят приехать. Потому что, ну, здесь реально просто клево. Потому что здесь еще есть спа, бассейн. И, представляете, ты купаешься, у тебя просто, ну, открывается вид на горы. Ну, я не знаю, как вот, 10 из 10. Еда вкусная, конечно, дорогая. Вышло у нас там 70 или 80 лари на двоих. Это нам принесли чизплейт. Да, чизплейт. Это сырная тарелка. А смотри, вот это, знаешь, что? Что это? Это же... Из коня? Нет, нет, какого коня? Это сладкое, наверное. Как это называется? А, Чурчхилла, что ли? Чурчхилла, да. Здесь, как бы, ты платишь не за то, чтобы наесться, да, как... Ты можешь это сделать в любой, как бы, грузинской забегаловке. Здесь ты платишь за времяпрепровождение, за виды. Как бы это сервис своего уровня. Да, и тут, ну, очевидно, что ты платишь не просто за то, чтобы там набить свой живот. А еще, кстати, там можно арендовать чан с водой. И мы даже видели людей, которые сидели в этом чане внизу. Некоторым людям не особо нравится... Почему-то в отзывах пишут, что, да, что, типа, больше похоже на какие-то казармы, чем на люксовый отель. Ну, я заметил, что там просто какое-то было огромное количество людей. И вот, если мы смотрели даты, на наши даты там просто не было ни одного свободного номера. То есть это реально очень популярный отель. Нужно только заранее бронировать, если вы хотите туда поехать на праздник. Попробуйте, если вам понравится. Мы просто там не останавливались лично, просто слышали отзывы, читали отзывы. Вот, а так в ресторанчике, в принципе, неплохо. Ну, а следующие пару дней мы ездили по провинции Кахетия. Вот эта поездка была уже гораздо более веселая. Топовая просто. Мы поехали в Цинандале, и Егор меня сводил. Мой друг сводил меня в музейный комплекс. Друг спас жизнь друга! На самом деле Цинандалия – это усадьба Александра Чевчавадзе, которая пришла ему по наследству от отца. И она стала культурным центром Грузии с 16 века. Да, вообще очень давно. И по сей день она, в принципе, остается таким местом, в котором огромное количество проходит всяких концертов, различных выступлений, дегустации вина. Автоматически при покупке билета вам предоставляется экскурсия на английском языке. То есть вам рассказывают про историю вообще всего этого места, показывают интерьер внутренний. Там нельзя снимать, поэтому кадров изнутри вы от нас не увидите. Также за дополнительные 2 лари можно продегустировать вино, что я и сделала. Из нашего производства усадьба Цинандалия принца Александра Чевчавадзе. При усадьбе у нас свой 40 гектаров виноградников. Дальше тут гостиница Редисен Коллекшн, и за Редисеном виноградники. Там же производство, там же линия, где разливается в бутылках вино. И однотоновый такой дистиллян, который гонит чачку, как без чачки. И делается где-то 20 вино, разное вино. У вас на пробу белое сухое вино, мало ли. Вообще Цинандалии были первыми, кто начал разливать вино в бутылки. Если вам это интересно и любите вино, наверное, вы знаете, что такое Цинандалия. Также в Цинандалии находится безумно красивый парк и сад. И он как бы находится немножко на вершине, поэтому вы можете видеть горы кавказские. Хочется отметить огромное количество разных растений. Там очень много разных видов деревьев, каких-то кустарников. Видно, что с любовью люди делали, следят за этим. Видно, что не просто засажено, а вот они как-то подходили к этому с умом. И нужно отметить, что рядом с усадьбой Цинандалии располагается такой лакшери-отель Редисен, который... Весь в горшках. Который вообще, да, он вообще весь в зелени, в горшках. Какой-то супер-ультрамодно-дизайнерский у него там сделан план. Короче, в чем прикол отеля Редисен здесь? В том, что он находится прямо рядом с этой усадьбой. Вы совмещаете отдых вместе с каким-то историческим просмотром исторических каких-то достоверничательностей. Одна ночь в такую модель вам обойдется в среднем 500, 50, где-то 600 лари. А рядом есть более бюджетный отель. Если вы хотите приехать в Санандалии, там погулять и так далее, то вы можете остановиться в отеле Park Hotel, называется. Также мы заехали в горо Сигнахи, который является горным любви Саницы-Кокетти. Ну, он очень, правда, очень красивый город. Раньше располагалась в этом городе крепость, насколько я знаю, которая была призвана, собственно говоря, защищать людей, которые жили в этом городе. Как и многие другие грузинские города, маленькие крепости. Самый прикол этого города в том, что если вы заберетесь на самый верх, то вам откроется прекрасный вид на Лозаннскую долину. Мы зашли в один из ресторанов, который располагается прямо на Атшибе. Ресторан Кабадони называется. Да, Кабадони. Тоже пообедали и, конечно, пофоткались. Потом мы пошли погулять по городу. Ну, честно сказать, город как город, ничего особенного. Идете просто по улицам из булыжника и смотрите на старинные постройки. Удивительно, что там до сих пор живут люди. И интересно просто, чем они зарабатывают, чем они живут. Я думаю, что они торговлей зарабатывают, потому что очень много ковров, продают шапки всякие, носки. Там это все очень развито. Промысел этот развито. Также они продают много сладостей и вина. Там очень много продают разного вина. Ну, вообще провинция Кахетти – это как вайн-рут. Вайн-рут. Вайн-рут, да, да. Это как винная тропа, вот дорога, по которой вы можете ехать. И вам просто через каждые пару километров у вас винодельня, винодельня, винодельня. Везде будет очень вкусное, свежее вино. Если вы путешествуете по провинции Кахетти, обязательно отправляйтесь в монастырь Давида Гореджи. Вообще место – отпад. Во-первых, стоит начать с того, что дорога туда безумно красивая. Везде просто видны горы, поля, оффроуд. Я не знаю, супер вообще ты едешь. Главное, что мимо тебя не проезжает, ну, типа, одна машина в час мимо тебя проезжает. И ты можешь останавливаться, фотографироваться на каких-то вот эти бескрайние дороги. Вот эти фотографии, может быть, видели какие-то такие, ну, когда у вас просто дорога, один человек стоит, и там поля. Это вот там. Вот это там, видимо, все снимали, потому что места, и правда, поистине шикарные. Монастырь находится в сторону азербайджанской границы. То есть, часть этих монастырей находится в Грузии, и часть, как бы, со стороны уже Азербайджана. Вообще, в чем прикол этого монастыря? Это сеть, как бы, там около 20 монастырей, которые высечены в скале. Офигеть. Ну, да, не так часто, чтобы прям встречались такие монастыри. То есть, это огромная такая интересная сеть. У тебя там монастыри в скале, у тебя какие-то там подземные всякие там какие-то выходы, входы. Ты гуляешь, там люди жили, вот занимались там вот этой своей монастырской деятельностью. Кстати, похожее можно было увидеть в Турции, когда, помнишь? Да, на Ликийской гробнице чем-то похожее. Тоже высечены из камня. Ну, там и на гробнице, а здесь прям монастыри. То есть, здесь прям люди конкретно жили. Ну, разные назначения. Короче, очень классное место. Советуем посещению. Там есть где погулять, есть что посмотреть. Поездка такая на весь день, я бы сказала. Особенно, ну, если выйти из Тбилиси, где-то три часа займет, может быть. Три часа туда, три обратно. Если из Гудаури. Ну, чуть подольше, да, уже. Часов пять вы будете. Часов пять. Вот и подошел к концу наш отдых в Гудаури. Мы с радостью упаковали чемоданы, сели в Ford Escape и двинули в Тбилиси. По приезду мы очень долго стояли в пробке, потому что это были предновогодние дни, и в Тбилиси были просто какие-то нереальные пробища. Еще и перекрыли одновременно все дороги. Мы уже вот третий раз пытаемся заехать на дорогу к нашему отелю, у нас не получается. Один раз, потому что я не заехал не туда, второй раз, потому что там было перекрыто. И вот третий раз сейчас вот я вроде туда повернул, куда надо было, и проехал. И вот сейчас мы должны... Ну, все, отлично, нам туда и надо, налево. Дороги в Тбилиси, это просто пипец. Мало того, что здесь водить никто не умеет, просто ездят черти как, так еще здесь все перекрыто. Какое-то просто мясо. Я чудом нашел какой-то тупичок, туда поставил этот Ford, там всех закрыл, все эти восемь машин. Мы быстро перенесли вещи в отель, и после этого нас забрали в машину. Поселились мы в отеле ZEC, который находится прямо в самом центре, историческом центре Тбилиси. Честно говоря, ну, дизайн отеля супер, как бы вопросов никаких не было. Потрясающие панорамные окна, все чистенькое такое. Но прикол начался... За дизайном кроется темная сторона медали. Да, темная сторона медали. Первый минус, который нас настиг... То, что окна выходили в ресторан, и там всегда сидели люди, они ели... Ржали, пили... Ресторан закрывался в 12, по-моему, если не ошибаюсь. Да, но самое главное... Там было, что там слышно, там, главное, не видно, а слышно. Там опять была эта ужасная просто звукоизоляция. Мы думали, что просто слоны там бегали. В этом отеле не было звукоизоляции, никакой. Представьте, что там еще деревянные полы, деревянные стены, деревянные перегородки. То есть, никакого там монолита, бетона, ничего. И кто бы проходил рядом по коридорчику, кто бы проходил по коридорчику сверху. Кто-то ходит сверху в номере над вами, кто-то ходит рядом. Ну, короче, это все слышно, все скрипит, трещит. И спать там, ну, я не знаю. Вообще невозможно. Мы вообще не спали там просто. Ну, там нужно было просто с бутылочки кинзмаруле. Это единственный вариант заснуть. А так, да, очень тяжело, потому что постоянно стучат, 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 стучат. Единственное, чем, наверное, этот отель выигрышный, вот в чем его, как бы, да, сильная сторона, это в его расположении. Потому что выйдя из этого отеля, у вас в пешей доступности практически все достопримечательности центра Тбилиси. Вы можете добраться на, там, не знаю, на фуникулер, там, дойти до монастыря, там, до храма Метехи. То есть, везде вы можете спокойно пешкодралом дойти до любой площади. Но, к сожалению, минусы, вот, собственно говоря, в шумном расположении, отсутствие звукоизоляции, плохом завтраке и так далее. И, в общем, можно перечислять, их пальцев на руке не хватит. Если вы хотите уже выспаться, то мы рекомендуем вам отель Стамбул. Чем заняться в Тбилиси, когда у тебя всего два дня? Ну, конечно же, вы отправитесь в старый город. И если вы думаете, что это такой маленький райончик, на самом деле, там куча всего есть посмотреть. Ты уже, как бы, вот гуляешь по этим узким улочкам, смотришь вот эти все балкончики классные, все домики. Они не похожи друг на друга. То есть, Тбилиси не типовая застройка именно в старом городе. За счет чего этот район становится живописным и интересным. Вот они молодцы в том, что они не записали все старые дома под реновацию. Потому что, как делают у нас, все нафиг снести, построить новостройки, все будет отлично. Но, как бы, лицо города при этом, оно теряется. И вот в Тбилиси они очень чутко относятся к старым зданиям. Они сохраняют фундамент, сохраняют фасад, как-то пытаются что-то сделать уже из существующего. Не сносить просто все, делать новое. А вот уже из старого по-максимальному продлить срок службы. И поэтому, когда вы ходите по улице Тбилиси, иногда попадаются такие старые дома, что подвига вообще удивляетесь. Да, он там перекошенный какой-то еще. И, наверное, если вы все же такой закоренелый турист и хотите прям проникнуться атмосферой города, то, ну, старый город – это все же вот такая вот мека Тбилиси, где вы можете прям вот кайфануть, прочувствовать всю вот эту культуру, атмосферу. Давайте один лаваш, Тадаш. Один. Вот это лаваш у нас, смотри. Ну, будем цари Тбилиси. Цари лаваша. Тбилиси есть и другие районы, но они более современные. И там дома, они чуть менее такие с приколом, они уже более такие типовые застройки. Самый лучший способ – это все-таки выбрать какие-то несколько точек, может быть, спросить друзей. Вот мне, например, несколько мест порекомендовала знакомая. Я просто у нее спросила, вот скажи, в какие там места можно сходить. Она порекомендовала. И, в принципе, это такой достаточно лайтовый способ, как можно узнать о городе. Просто так шататься по городу, вы можете изобрести в какой-то такой район, который вам просто не особо понравится. В старом городе мы отправились в храм Метехи. Это такая визитная карточка Тбилиси, наверное, Грузии всей. Классный храм находится на таком возвышении. Вам открывается вид на старый Тбилиси, потому что находится на другой стороне реки. Прекрасно, лучшие новогодние каникулы в моей жизни и самые необычные. Снега нет, чисто. Боже, какие здесь чистые улицы. Я просто после Москвы реально отрагиваю. Можно ходить в чем хочешь и не париться, что у тебя все будет грязно. В старом городе находится крепость Нарекала. И тут, наверное, стоит сказать про транспортную систему в Тбилиси. Вообще она суперклево развита. У них ходят и автобусы, и Яндекс.Такси. И, наверное, визитная карточка Тбилиси – это, конечно же, фуникулеры. А их всего в городе три. И четвертый – это такой вот трамвайчик. Но об этом позже. Мы отправились на фуникулере в крепость Нарекала. И это тоже такой особый экспириенс путешествия по Грузии. Вот этот общественный транспорт в виде фуникулеров. Купить карточку стоит 2 лари. И проезд на одного наверх – 2,5. То есть, получается, на двоих туда-обратно 12 лари. Отправились в крепость Нарекала. И там такой... Там нас чуть не обокрала цыганка. А еще мы попробовали турецкий кофе. Как настоящий заваривают в песке. И это специально делается для того, чтобы температура была... Не поднималась выше определенной температуры. Чтобы кофе не переварился. В принципе, место очень такое... Тоже как визитная карточка. Туристическая. Да, туристическая. Но, я думаю, самый прикол, когда вы начинаете уже спускаться вниз, но не на фуникулере, а пешком. И вот тут вы начинаете наслаждаться опять вот этим вот старым городом. Вам открываются виды на серные бани, кстати, которые тоже очень многие советуют посетить. Одна комната на двоих, если вы хотите в серную баню сходить, будет вам около 150, может быть, лари стоить. Конечно, меня в Тбилиси прикольнули вот эти канатные дороги. Вообще такой прикольный вид общественного транспорта. Но еще есть одна такая четвертая дорога. И ведет она в парк Монтадсминда. Парк аттракционов. Туда по большей части люди приезжают, понятное дело, с детьми, потому что там можно с ними классно провести время. И самое удивительное, что этот парк находится на вершине, на склоне, на горе. И поэтому от этого вида там становятся еще более бомбическими. Вы отправляетесь на таком трамвайчике на рельсах прямо наверх. Танная канатная дорога была заменена, потому что в 90-м году там случилось не очень хорошее происшествие. Там свалилась канатная дорога. И если вы обратите внимание, то в парке Монтадсминда до сих пор есть часть вышки прошлой канатной дороги, которая очень давно просуществовала. Но вот этот вид транспорта, трамвайчики, новомодная швейцарская система, поэтому абсолютно можете быть спокойны. Можете расслабиться, да, ничего там вряд ли грохнется. Да, ничего там не грохнется. Но прикол в том, что вы должны будете купить отдельную карту парком Монтадсминда. Оказывается, чтобы доехать до Монтадсминда парка, вам нужно будет в одну сторону заплатить десятку, десять лари. Это, если что, в четыре раза дороже, чем доехать на прошлом фуникулере. Но вы этой картой можете расплачиваться уже непосредственно в самом парке. Про парк Монтадсминда можно сказать следующее, что он, конечно, больше подходит для семей с маленькими детьми, которые хотят как-то провести выходной, семейный отдых. Если же вы как бы молодежь, то вряд ли вам сильно там будет интересно. Скорее будет интересно оттуда добираться до Тбилиси или с Тбилиси туда подниматься. Ну да, как бы сам прикол. Да, Монтадсминду как бы опоясывают трекинговые тропы. И вот по этим тропинкам вы можете добраться до разных интересных мест. Берите трекинговые ботинки и просто идите, гуляете, проводите там время в таком активном отдыхе. Там и правда очень приятно находиться. Там такой парк и узкие тропинки, которые идут, очень живописные виды. Много людей очень гуляют с собаками. То есть там популярное место для того, чтобы выгуливать собак. Даже есть на склоне там какой-то парк небольшой для дрессировки собак. У меня, честно говоря, какие-то очень странные смешанные чувства от этого парка Тацминды. Потому что ты вот чуть-чуть назад отошел, как бы, да, вот на окраину парка. И ты уже как будто в каком-то, я не знаю, заброшенном городе. Тут так все как-то странно выглядит, такие вот аттракционы просто, знаете, на отшибе просто. И прикиньте, люди на них катаются, а они выглядят такими немножко устаревшими. Как будто их, ну не знаю, построили 30 лет назад, они все ржавые. Такие прям и с видом на горы, короче, реально как в каком-то фильме или видеоигре. Если вы хотите прикоснуться к культурной части города Тбилиси, отправляйтесь в музей изобразительных искусств. Какие-то двери высокие вот. Надо себе такие дома поставить. Есть. Музей сам по себе выглядит очень достойно. Мне понравились стеклянные ступеньки, по которым мы поднимались, еле-еле, там чуть инсульт не схватили. Ой, тут надо аккуратно, чтобы не наступить никуда. А также сама коллекция, конечно же, экспозиции. В коллекции представлены молодые грузинские художники, можно так сказать, да? Период с 45-го года по наше время, но относительно молодые, да. С 945-го. Лично мне очень понравилось несколько картин, я даже их захотел купить. На ресепшн там есть такая функция. В принципе, даже делают скидки, если переверешь несколько штук, там вот одно и две, там 10 процентов. Как договоришься, конечно. Ну, по размеру, я думаю, что вручную кладь она не поместится, вот эта вот конкретная работа. Ну, может быть, ее разделим и в багаж как-нибудь частями попробуем рассунуть. У нас 20 килограмм, поэтому поместится. Также в музее есть очень классное кафе, в котором можно посидеть, попить чаечек и отдохнуть. Нас в тот день очень сильно сморило в сон, и мы просто сидели. Вот так вот искусство влияет на людей. Новогодний Тбилиси, конечно, нам очень понравился своими гирляндами, огнями разноцветными, которые люди вешают, чтобы украсить главные улицы. Мы находимся на проспекте Руставели, и сзади меня находится вот такая прекрасная, красивая елка. Я вам хочу сказать, что она выглядит очень даже круто и не паршиво. Новый год мы решили встретить на площади парка Рике. Власти не устраивали салюты, это устраивали туристы или местные люди. Тебе вообще выглядело просто, кого-то ты попал, я не знаю, как это объяснить, бомбежка какая-то, честное слово, просто со всех сторон, вот так и сяк, вообще офигеть было. Интересно отношение властей, что они против как бы салютов, но однако все местные жители, вот на кого не посмотри, они с этими штуками. Порадовало, что вот концерт, который устроили власти в новогоднюю ночь, он был тоже такой, я бы сказала, немножко такой свободный, он такой весь был лайтовый, пели английские песни, ну то есть реально приятно было находиться, все это смотреть. Да, мне вот понравилось, что там было три сцены, когда на правой сцене играла группа, на левой меня... Другая группа уже готовилась, да. Новые музыканты заходили и готовились к своим выступлениям. Друзья, сегодня 1 января, мы решили пойти погулять в район напротив нашего, напротив старого Тбилиси. Гуляем в районе, где находится здание правительства. Вообще никого нет, по сравнению с тем, что было вчера, просто вот это вакханалия какая-то, сейчас просто, знаете, как будто все вымерло. Что можно купить в Грузии, в Тбилиси? Конечно же, это вино и чурчхела. Как гулять по улицам в Тбилиси, не съесть чурчхелу? Веган. Чурчхелу можно покупать на улице, главное смотреть, чтобы она там была не дороже двух лари. Кстати, чурчхела у них натуральная, они ее, так понял, готовят как-то сами. Ничего там сложного нет, но просто у них это как уже традиция и поставлено на поток. И обязательно попробуйте вот эту местную чурчхелу, она и правда какого-то невероятного вкуса, она божественная. Ну и, конечно же, самая важная часть любого путешествия – это рестораны. И мы собрали для вас подборку ресторанов, в которых мы были и которые нам понравились. И первое место в нашем рейтинге занимает «Дафна», ресторан, который славится больше своими хинкалями, потому что они действительно делают очень вкусными, просто отпадными, и они стоят относительно недорого. Ну, учитывайте, что при заказе о вас могут забыть, если у них большое количество посетителей, как о нас, например, забыли, мы полчаса ждали свои хинкали, и после напоминания официанту они все-таки нам принесли наш заказ. Также не забывайте, что практически во всех ресторанах Грузии есть процентный ВАД. Это определенный процент, который вам негласно начисляется, и вы должны его будете оплатить. Обычно он составляет около 15-17% заказа, и он добавляется к вашей сумме, вы его просто дополнительно оплачиваете, и все. Второе место, которое бы хотелось отметить – это ресторан «Депо», в котором мы поужинали перед Новым годом. Место поистине шикарное, там очень уютно, играет живая музыка, пианист. То есть вы приходите, такая атмосфера очень дружелюбная. Официанты рады вам помочь, объяснить, рассказать про каждое блюдо, которое у них есть в меню. И мы заказали новогоднее меню из ресторана. Я заказал оливье с красной икрой, а Влад заказал… С кроликом. А еще у них очень классные напитки, и все это подается в такой классный хендмейд-посуде. В общем, очень остались приятные впечатления от этого места. А еще очень порадовало то, что я им написала в социальных сетях с просьбой просто у них забронировать столик, чтобы просто покушать. И очень было приятно, что они были рады мне помочь в этом, и они достаточно оперативно все так быстро решили, забронировали столик. В общем, это прям реально было приятно. Потому что я написала еще в пять ресторанов, и они просто все прочитали, и ничего не ответили мне. Третий ресторан в нашей подборке – это Салобия Бия. Находится он в таком непримечательном месте, да, на главной улице. На проспекте Руставели. На проспекте Руставели. Но вам нужно будет спуститься вниз в такой типа подвальчика. Но когда вы туда спуститесь, вам 100% понравится интерьер этого ресторана. Он специализируется на простой грузинской кухне. Но там простые блюда, они дают реально большие порции, но ничего такого супер изысканного. Просто очень-очень-очень вкусно, очень свеже, очень много. В Грузии нет проблем с едой, там нет проблем с ресторанами. Вы можете, в принципе, заходить абсолютно в любой ресторан, везде вас накормят. Везде будет сытно, вкусно. Разница только в цене. Разница в цене, да. Может быть, подача еще разница. Но в целом, как бы вообще, я бы не парьтесь. Плюс-минус, а ну и тоже. Ну что ж, в заключении хочется сказать, что Грузия нам понравилась. Приехали бы мы туда еще раз под вопросом. То есть, если конкретно кататься на гурных лыжах, да, мы бы хотели очень приехать в Гудаури, когда там будет много снега покататься. Потому что все-таки там живописно, прекрасно. Там это правда очень супер все выглядит. Вот. Поехали бы еще раз в Тбилиси? Ну, наверное, нет. Потому что, в принципе, мы практически все там посмотрели. И этот город как-то мне стал лично понятен. Я там как бы уже все увидел, что мне нужно было. Поэтому, если ехать, то, наверное, какие-то такие места уже Батуми, где мы не были, какие-то такие горнолыжные курорты и так далее. Из этой поездки мы можем вынести следующее, что всегда будьте готовы к тому, что что-то пойдет не по плану, и вам нужно будет что-то менять. Я думаю, что Грузию нужно обязательно посетить. Это одна из тех стран, которая, ну, мне кажется, должна входить в список такие обязательные страны для посещения. Потому что, ну, у них интересная культура, у них классная природа. У них, ну, как бы все есть для того, чтобы ваш отдых, ваш туризм, да, как бы ваша поездка, она стала классной, чтобы у вас остались приятные впечатления, даже несмотря на то, что у вас что-то пойдет не по плану. То есть всегда есть план Б, который как бы может все перевернуть в лучшую сторону. Ну, а мы с вами прощаемся. Не забывайте ставить лайки, обязательно пишите комментарии. Нам очень интересно ваше мнение об этой стране. Также не забывайте смотреть наши предыдущие обзоры. На подходе также несколько новых видео. Поэтому, как говорится, stay tuned. И пока. Всем пока. Давай пять. Камера разрядилась почти полностью, кстати.